МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Особенно в связи с тем, что на конфликт можно посмотреть, как на что-то положительное, можно посмотреть, как на что-то отрицательное. На самом деле, заведомо решить данный конфликт, если это имеет какое-то положительное значение или отрицательное, заведомо сказать нельзя. Это во-первых. Во-вторых, в каждом конфликте есть две стороны. Правильно? А раз есть две стороны, то, значит, одна сторона может занимать прогрессивную позицию, другая сторона может занимать регрессивную позицию. Значит, он положительным, этот конфликт, с точки зрения одной стороны, и отрицательный с точки зрения другой стороны. То есть нельзя однозначно сказать, что это вот, так сказать, не всегда можно сказать, по крайней мере, что этот конфликт нечто положительное. Всё зависит от того, что это за конфликт, что он решает, что он разрешает, к чему ведёт. Потому что бывают такие конфликты, которые, ну, как мы говорили, как, скажем, революции. Революции, как известно, двигатели истории, так и решают проблемы быстро, такие, которые до этого сотни лет не могли решить. Скажем, переход от феодального к буржуазному строю, буржуазной революции, великая французская буржуазная революция, означало, что кончается эра личной зависимости работника. Да? То есть, нет, уничтожается крепостное право. Уничтожается крепостное право. Людей уже не продают. И не покупают. Но потом выяснилось, что людей-то не продают и не покупают, но можно купить их способность к труду. Но это другое уже дело. Потому что работники могут продать эту способность к труду или не продать. Ну, понятное дело, чтобы они были более сговорчивыми, создаются определенные условия теми, кто имеет средства производства. Какие это условия? Ну, вот, скажем, вы все знаете, что во всех странах капиталистических имеется безработица. Это что, говорит о том, что вот собственники средств производства не в состоянии посчитать, сколько надо рабочих мест, чтобы загрузить всех работников? Они в состоянии посчитать, сколько надо рабочих мест. Они рабочих мест делают заведомо меньше, чем число работников, чтобы, если вы начнете требовать более высокую цену за свой товар, рабочая сила, вам могли сказать, вот видите, за вами, молодой человек, видите, сколько человек стоит, который готов вас заменить. Хорошо, вы их требуете, выходите, вот мы поставим других. Поэтому нет таких капиталистических стран, в которых бы не было безработицы. И это не какое-то стихийное бедствие, а это, так сказать, гири на ногах у рабочего класса, который позволяет работодателям, собственникам средств производства успешно решать конфликты по зарплате. Ну, с другой стороны, всякий конфликт – это беспокойство. А кому нужно лишнее беспокойство? Поэтому давайте поставим вопрос, можно ли, скажем, такую проблему, как проблему повышения реального содержания заработной платы, решить бесконфликтно. Ну, у нас с вами курс называется «Политические составляющие социально-трудовых конфликтов», и мы на все эти конфликты, которые внутри предприятия, смотрим с более общих позиций. У нас собственники средств производства – это в данном случае буржуазия, класс буржуазии, собственники или владельцы, лучше сказать, рабочей силы, потому что она как бы неотчуждаема рабочая сила. Она не какой-то отдельный предмет, поэтому владелец можно сказать, а собственник уже не получается. Это же не предмет какой-нибудь. Это же не объективное условие производства, а субъективное. Поэтому владельцы рабочей силы – это рабочие, это два класса. Как соотносятся их интересы? Их интересы близки или противоположны? Как мы можем ответить на этот вопрос? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, в чём их функция, когда решается вопрос о заработной плате. Кто продавец в этом противоречии? Кто тут выступает продавцом товара рабочей силы? Рабочий. То есть рабочий класс – это продавцы рабочей силы. А кто выступает покупателем? Работодатель, собственники средств производства – буржуазия. Буржуазия имеет свой интерес. Слово буржуазия вроде бы как не очень связывается по смыслу, не очень связывается с функцией, которую выполняет буржуазия. А если мы возьмём другое понятие – капиталист, или класс капиталистов. Кто такой капиталист? Как бы вы сказали? Человек, владеющий капиталом. Человек, владеющий капиталом. Просто владеющим. А вот Маркс по-другому говорит, что это персонифицированный капитал. А капитал что такое? То есть, когда говорится персонифицированный капитал, то есть акцент здесь делается не на том, что вот он хочет то, хочет всё, владеющий капиталом, а речь о его экономической функции. В чём? Экономическая функция владельца капитала. Владение средством производства. А? Владение средством производства. Владение средством производства, как самоцель, что ли? владеть и владеть. Нет, это не самоцель. Капитал что такое вообще? Ваш ответ правильный. На капитал что такое? Несовокупность предметов – это не капитал. Имеется в виду экономический смысл вот этого понятия. Вот, самовозрастающая стоимость. Учитесь, товарищи, вот есть у нас. Правильно вы сели на более передовые позиции. Капитал есть самовозрастающая стоимость, а капиталист – это персонификация капитала или персонифицированный капитал. Поэтому дело не в том, хороший человек – капиталист, плохой человек, он злой, добрый, он контактный, неконтактный, образованный. А дело в том, что если он персонифицированный капитал, то он стремится к чему? К увеличению размеров своего капитала. Правильно? Потому что капитал стремится к самовозрастанию, а самовозрастание осуществляется за счёт труда рабочих. Поэтому чем выше прибыль, чем выше прибавочная стоимость, чем больше объём прибавочной стоимости, тем более выгодно капиталисту. И наоборот, понижение прибавочной стоимости ему невыгодно. Повышение заработной платы, надо сказать, что это не такой простой вопрос. Повышение зарплаты, по идее, может быть и выгодно капиталисту, но это сознаёт, может быть, целый класс в целом. Потому что когда класс в целом начинает рассматривать эту проблему, если мы повысим зарплату, у нас вырастет спрос, а вырастет спрос, значит, позволит увеличить предложение. Тогда у нас при большем предложении затраты сократятся, потому что чем больше производите, тем меньше затраты. Правильно? Можно технику более широко применять, научно-технические достижения и так далее. То есть, в принципе, скажем, с позиции класса в целом повышение заработной платы может быть выгодно. И известны такие деятели, государственные деятели, которые, будучи у руля государственной машины капиталистической, настаивали на повышение заработной платы в целях стимулирования капиталистической экономики и успешно это делают. Это можно отнести и к Рузвельту, и к Эрхарту, которые понимали, зачем это нужно. Это понимал, например, и известный миллиардер Форд, который взял и повысил свою зарплату своим рабочим. С какой целью? И с тем, чтобы лучшие рабочие пришли к нему. Они покинули других капиталистов, вышли к Форду, потому что он больше платит. Это, так сказать, элемент конкурентной борьбы. С Фордом судились, причём рассматривал вопрос суд присяжных. А Форд им рассказал, что вот вы должны решить этот вопрос. Прав я был или не прав, когда повысил зарплату рабочую? Но когда я повысил зарплату рабочих, куда они понесут свою зарплату? Из кого были присяжные? Это какие-то продавцы, владельцы каких-то закусочных, парикмахерских и так далее. И продавцы промышленных товаров, и продовольственных товаров. Они к вам и пойдут. Поэтому то, что я сделал, это то, что улучшит жизнь не только работников, а улучшит жизнь всех остальных. И его оправдали. А так он, в общем-то, под судом находился, в связи с тем, что он повысил. Но, если вы берёте отдельного капиталиста, то задача у него по-другому решается. Либо, если будет повышена зарплата, он потеряет, по крайней мере, временно в прибыли. Я имел однажды беседу с генеральным директором первого района. И объяснял ему, что бывают такие ситуации, когда одновременно можно повысить зарплату и прибыль. Он с удовольствием это слушал, с интересом, с вниманием. Как может так получиться, когда одновременно повышается и зарплата, и прибыль? Вот если вы, говорю, внедрять будете научно-технические достижения, то у вас будут сокращаться затраты. Будут сокращаться затраты. Почему? Потому что вы будете за то же самое время выпускать больше продукции. А зарплата остаётся прежней у вас от того же самого количества работников. Если вы будете повышать зарплату медленнее, чем повышается производительность труда, то доля зарплаты в единице продукции будет падать. То есть, если заработная плата будет повышаться медленнее, чем растёт производительность труда. Скажем, производительность труда выросла в два раза, а зарплата выросла в полтора. Это значит, что в единице продукции теперь содержится меньше заработной платы. А, следовательно, на единицу продукции получится издержки сократились за счёт этого компонента. А прибыль выросла. Ну, год прибыли вырастет. Ну, вы скажете, что если вообще не повышать зарплату, то прибыли вырастет ещё больше. Не факт. Потому что если вы не будете повышать зарплату, может быть, тогда вы, не скажете, рабочие ваши, не будут внедрять вашу новую технику, вы её привезёте, а никто не будет её осваивать, никто не будет её изучать, никто не будет её использовать, потому что она ничего не приносит работнику с точки зрения улучшения его жизни. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша техника, Дорогущая, которую вы приобрели Чтобы она была освоена И содержалась в порядке И чтобы ее правильно обслуживали Чтобы ее не уничтожали Небрежним отношением к этой технике То очень вам советуем Повышать заработную плату А производительность труда Обеспечите еще большим темпом И у вас будет вот такая картина Зарплата растет Прибыль растет еще больше Быстрее Производительность труда Как база для первого и второго Еще больше растет И это успешное предприятие Но надо сказать, что Это обстоятельство трудно доходит Для представителей Собственности Средств производства Они примитивно это понимают Что если повысить зарплату Значит упадет прибыль Но если вы ничего не делаете, да А если вы Самовозрастающая стоимость Если вы все время совершенствуете Технику и технологии Приобретаете новые средства Производства То картина по-другому То есть для Успешного развития Бизнеса, можно сказать Для развития Для повышения капитала И увеличения его Вот такая стратегия Будет правильна Ну вот Это можно объяснить Умному и толковому работодателям Но как правильно Как правило Бывает так, что Собственники средств производства Не идут на повышение Работной платы Во что это выливается В масштабах России А мы этот масштаб Должны с вами брать Почему? Потому что мы же политически Смотрим на вот эти процессы Недавно В российской газете Один из руководителей Института международных отношений Такую огласил цифру Что за последние три года Реальные доходы Граждан России Сократились на 10% Реальные доходы Ну если они сократились на 10% Вот открываются новые магазины Вы видите Они все время плодятся Так сказать Новые магазины Новые там Какие-то закуски Рестораны Но если у людей Доходы падают И упали за три года На 10% 10% это очень много То есть осталось 90% К тому, что было То есть реальная жизнь Ухудшается И поэтому если люди Раньше приобретали Вот такие фрукты Они теперь не приобретают Я в свое время Был когда в Бельгии Видел как там здорово Так на улице Прямо так Все разложены Фрукты И виноград И ананасы И бананы И так далее А у нас такого не было А сейчас у нас Пожалуйста Идите Сейчас вы выйдете Везде разложены И на них никто не смотрит На эти самые фрукты Или почти никто Редко кто подойдет А так Красиво все разложено А в чем дело Не любят у нас фрукты Да любят фрукты Но зарплаты Если они падают То значит Надо хлеб покупать Мясо и молоко Какие фрукты На фрукты На фрукты уже нет Поставим такой вопрос А могут ли представители Рабочего класса Убедить Работодателей Собственников Средств производства Что надо повышать Заработную плату Могут или не могут Вот я был в числе Тех людей Которые убеждали Этих собственников Средств производства Надо ее повышать Поскольку Вот мы С Федотовым Константином Васильевичем Разработали проект Трудового кодекса Российской Федерации Проект Фонда Рабочей Академии И этот наш проект Получил Второе место При голосовании За него Проголосовало 189 Депутатов Государственной Думы А он набрал Больше чем Правительственный проект Восьми Профсоюзных Чем проект Московской Городской Думы И чем проект ЛДПР Митрофанова Этот Митрофанов Теперь за границей Его разыскивает полиция И он набрал Больше чем Проект Депутата Голова Который Проект записал Что у нас Труд Детям До восьми лет Не более 120 часов В год Мне как-то Пришлось С ним вместе Это обсуждать Вопрос на телевидении Я сказал Что такое требование Мог записать Только владельцы Детских Публичных домов Везде Во всех странах Там с 14 лет С 15 С 16 Начинается Трудовой Возраст Когда можно Заниматься Трудом А тут детям До восьми лет Молодцы Здорово придумали Ничего не возразил Товарищ Голов Тем более Он не возразил Он был у меня На матмехе Когда я был секретарем Комсомольской организации Был двоечником И был культсектором Я очень хорошо Умная жена была Катя Голова А он Вот как был такой Так он И в депутаты Такой пошел Купил себе Красивые очки Телефон Мобильный И все стали думать Что он умный Вот такая Картина С этим делом То есть Можно ли Убедить Правящий класс В том Что надо Повышать зарплату В ответ Положительный Почему Вот скажем Давайте мы Историю возьмем Фабричное законодательство Вот обычно Люди Которые изучают Капитал Они это Пропускают Вообще Нехорошо Когда серьезно Что-нибудь Читаешь Это же Не художественная книга И художественную Дорогу Ты пропускаешь Потом не вспомнишь Что это за эпизод И на кого Ссылается Тот или иной герой Ну вот такая Манера Куски Выхватывать И цессировать Она очень плохая Это все равно Что вот Сейчас я читаю лекции Человек какой-то Заглядывать будет И слушать Что я говорю Потом опять заглянет И послушает И какое у него Будет впечатление От того Что я здесь говорил И что он из этого Вынесет Да ничего он не вынесет К сожалению Это было распространено Вот У нас в программе Политэкономия И я по ней Вот здесь Как раз был Экономический факультет Вот здесь В этих Аудиториях А вот там было В углу Кафедры политэкономии 55 человек Самая крупная В Советском Союзе Так вот Если вы возьмете Фабричное законодательство Которое Изложено Раздел В апричном законодательстве В капитале Маркса Там Говорится о том Что условия Такие были Тяжелые И зарплата была Такая низкая Что мало Что низкая А еще и не платили Взрослым Почему? Потому что Детям можно платить Было в два раза Меньше Тогда их не брали Этих взрослых И поэтому Сидели родители Дома А работали дети И И скажем Те же самые Кирпичи Из горячей печи Таскали Пятилетние дети И тогда Никакого там Движения Рабочего Могучего Которое С этим боролось Не было Сам капиталистический Класс Англии Задумался На эту тему Что сейчас Рабочий класс Вырождается И не будет Этого рабочего Класса И источник Прибыли Исчезнет По крайней мере Это он мог Осознать И поэтому Было принято Фабричное Законодательство Кстати у нас Была похожая История В России У нас в России До 1897 года Вовсю развивался Капиталист Уже в 19 веке Но никакого Ограничения Рабочего дня Не было И ограничение Появилось Только после Большой Морозовской Истачки В 1897 году Работали По 14-16 часов А после Этой стачки Впервые Установили Государственному Установленную Величину Рабочего дня 11,5 часов Но в Англии Картина была такая Сначала Был принят Закон о том Что Без согласия Родителей Не могут Принимать На работу Капиталисты Детей Что это Изменило Ничего Не изменило Родители Согласия Давали Почему А потому Что Если Детей Не примут На работу Нечего Будет Есть А их Самих Не берут Потому что Им надо В два раза Больше платить Чем Детям Подумала Подумала Английская Буржуазия И Пришла К выводу Что Надо Запретить Родителям Давать Согласие На работу Детей И это Дело Пресекла И тогда Этот процесс Вырождения Рабочего Класса Остановился Поэтому Если Поставить Так Вопрос Буржуазия Как Класс В целом Более Мудро Поступает Чем Некоторые Отдельные Ретивые Капиталисты Которые Ни с чем Не считаются Мы сейчас Знаем Что Например Буржуазия Россия Борется С серыми Зарплатами А Отдельные Капиталисты За счет Этого Получают Дополнительный Доход А за счет Чего А за счет Того Что они Государство Обворовывают Почему Они должны Платить Взносы На На пенсионные Отчисления На медицину И И прочее На образование Они эти Взносы Не платят То есть Они Выдали В конвертах Зарплату И То что Они должны Были Уплатить Государство Частично Положили Себе В карман А частично Доложили Рабочим Как бы Как дополнение К маленькой Зарплате И вроде Зарплата И выросла А в итоге Когда человек Будет выходить На пенсию Оказывается Он на пенсию С чего Им будут платить Никто За него Страховые Износы Не платил И Такие Случаи Бывают Неоднократно И всем Известно Что Серая Зарплата У нас Распространена Хотя У нас Есть Финмониторинг У нас Есть МВД У нас Тьма Всяких Так сказать Учреждений Которые Контролируют Это просто Налоговая Инспекция И так далее И тем не менее Есть серая Зарплата Как будто бы Это нельзя Вычислить Если это Уголовное Дело Так значит Это Во время Уголовного Дела Если оно Возбуждено Можно Послушивать Телефонные Переговоры Все что угодно Все есть В руках Ну Как-то так Неохотно С этим Борются Хотя Сознает Класс Что это Наносит Ущерб И Капиталистическому Классу В целом Но Если мы На это Посмотрим Не с позиции Класса В целом А с позиции Отдельного Капиталиста Здесь мы Наблюдаем Что Отдельный Капиталист Трудно Поддается Уговорам Что надо Повысить Зарплату Вот Вы беретесь Меня Уговорить Если я буду Собственник Средств Производства Вы будете У меня Работать Чтобы Чтобы я Взял И То Что я Уже Себе Записал Как прибыль Взял Вам И отдал В виде Вашей Зарплаты Кто Берется Меня В этом Убедить Мы Почему Так Ставим Вопрос Потому Что Можно ли Действительно Спорами По каким-то Трудовым Вопросам Повысить Зарплату Спорами То есть Вот Нам Трудовой Кодекс Дает Право Переговоров И записано Что Если В профсоюзе Больше Половины Работников То Профсоюз Может Вести Переговоры А те Работники Которые Непосредственно Будут Проводить Переговоры И Выделенные Профсоюзом Для проведения Переговоров Там Четыре Пять Или шесть Человек Они Освобождаются От Производительного Труда На Время Переговоров На Период Переговоров С Оплатой По Среднему Вот Таков Закон То есть Если Начинаются Переговоры Отказаться От этих Переговоров Отдельный Капиталист Отдельный Собственник Средств Производства Не Может И Что Какой Результат Эти Переговоров Могут Ли Люди В Течении Трех Месяцев Которые Выделены Убедить Собственника Средств Производства Отдать Часть Прибыли И Превратить Ее В Зарплату Увеличенную Ну Как Показывает Практика Не Могут Они Убедить Но Они Охотно Идут На Переговоры Почему Переговоры Это Возможность Оттянуть Этот момент Когда Придется Повышать Зарплату А Раз Можно Оттянуть То Надо Ее Оттянуть Лучше Платить Восьми Или Шести Или Четырем Чем Пятистам Или Тысячи Человек Вот и Все Поэтому Идет Такой Процесс Дальше Процедура Разрешения Коллективного Трудового Спора Предусматривает Целый ряд Этапов Они Все Описаны В Трудовом Кодексе Я бы Мог Это Вообще Не Излагать Буду Только На Это Ссылаться Потому Что Для Вас По Этому Курсу Основной Документ Это Трудовой Кодекс В чем Состоит Эта Процедура Первой Стадии Вот Для Того Чтобы Можно Было Вести Коллективные Трудовые Споры Надо Для Этого Чтобы Работники Выдвинули Требования Кто Имеет Право Выдвигать Требования К работодателю Любой Работник Нет Кто Может Выдвинуть Требования К работодателю Именно Требования Не Просьбы Просьбы Вы можете Сколько угодно И кто угодно В любом количестве В любом объеме А требование Выдвинуть Может только Такой орган Который Представляет Более половины Или это Профсоюз В котором В котором Имеется Более половины Работников Или Два Профсоюза Которые Создали Единый Представительный Орган Даже Тогда В них Может быть Меньше Половины Работников Но Должно Быть Не менее Двух Профсоюзов Объединенных В единый Представительный Орган Либо На конференции И как уж Удалось Инициативной Группе Это сделать Это покрыто Туманом Но вот вдруг На конференции Как-то так Получилось Что они Созвали конференцию Им предоставили Зал Неизвестно кому И они Вот собрались На конференцию И приняли решение Таких-то людей Делегировать На переговоры И выдвинуть Требование Вот если Требования Выделены Переданы То через 7 дней Считается Что если Работодатель Дал отрицательный Ответ Или не ответил Что считается Тоже отрицательным Ответом Начинается Официально Юридически Коллективный Трудовой Спор То есть Государство Так сказать Уже Сюда включается И объявляется Что это Коллективный Трудовой Спор Как Юридический Факт Она может Его зарегистрировать Может Не зарегистрировать Это необязательно Но Сам факт Уже имеет Место И вот Во время Этого Коллективного Трудового Спора Начинается Проведение Этапов Первый Этап И это Примирительная Комиссия Вот В примирительной Комиссии Люди Которые Прекрасно Знают Все свои Позиции И до этого Их высказывали Одни Говорят Что надо Нам повысить Зарплату А другие Говорят Не надо Вам повышать Зарплату Потому что Денег нет А сколько У вас денег Не скажем Потому что Это коммерческая Тайна Хотя Прибыль Предприятия Доходы Не являются Коммерческой Тайной Ну вот Сколько Я не присутствовал На переговорах В качестве Консультанта И наблюдал Представители Работодателя Не говорят Сколько У них денег Они просто Говорят Денег нет Денег мало Как же Мало Когда Такие Доходы Колоссальные И так далее Нет Денег нет Ну сколько У вас денег Давайте Мы вместе С вами Поплачем Встает Представитель Профсоюза И говорит Согласно Закону Вы Должны Предоставить Для переговоров Примирительную комиссию Данные О финансовом Положении Предприятий Будете Представлять Не будем И что дальше Ну ничего Какая ответственность За непредоставление Этих данных Работникам Если вы Откроете Трудовой кодекс Там процедура Есть А ответственности Нет А где Искать Ответственность Которую Несет Работодатель За непредоставление Данных Ну открывайте Кодекс Об административных Правонарушениях И можете Начинать Смеяться Потому что За уклонение Даже От переговоров По коллективному договору Штраф Максимальный 5 тысяч рублей Вы можете Представить Что такое Для какой-то Организации 5 тысяч рублей Которые Вы по суду Можете только Добиться Этих 5 тысяч рублей И сколько Это будет Тянуться Суд И сколько Надо будет Потратить Времени И сил Для решения Этого вопроса За уклонение А за Неуполнение Коллективного договора 5 тысяч рублей То есть Если кто Думает Что Выполнение Коллективного договора Поддерживается Законом Нет Это поддерживается Напором Вот этим Самым О чем Мы говорили Что Конфликт Это Когда Происходит Тогда Когда Сила аргументов Заменяется Аргументами А какая Сила Может быть У работников Только Одна Это Остановка Работы То есть Забастовка Но Забастовка Бывает Законная Или Незаконная Законная Забастовка Это та Которая Проводится В соответствии С процедурой В соответствии С процедурой После Примирительной Комиссии Во время Которой Через Три дня После Начала Можно Провести Одночасовую Предупредительную Забастовку Вот Меня Не раз Спрашивали Не провести Ли нам Одночасовую Предупредительную Забастовку Я всегда Не советовал Почему Потому что Как за три дня Ведь невозможно Подготовить Забастовку Невозможно Поэтому Она провалится Поэтому От этого Будет только Один Отрицательный Результат Поэтому Не надо Этих Предупредительных Забастовок Надо Проводить Процедуру Дальше А что Получается По окончанию Примирительной Комиссии Надо сказать Что Требования Выставляются Тогда Когда уже Выяснилось Что Эти требования Без забастовки Никто Удовлетворять Не будет Поэтому Итог Работы Примирительной Комиссии В общем-то Известен Итог Работы Примирительной Комиссии Это Составление Протокола Разногласий У вас Допустим Было Пять Требований По итогам Работы Примирительной Комиссии Одно Требование Согласовали Осталось Четыре И Закончили Примирительную Комиссию В составе Протокола Разногласий Которая пишется очень просто Разделяем лист пополам вертикально Здесь сторона работника Здесь сторона работодателя Эти требуют работники этого Работодатель против Работники кратко объясняют, почему они это требуют Работодатель кратко объясняет, почему он против, денег нет, пишет И так по всем пунктам И подписывают Бывают такие конфликтные ситуации, когда стороны не могут договориться Чтобы подписали этот даже протокол разногласий Хотя он ни к чему не обязывает Каждый пишет за себя Что я делаю и что делает другая сторона Но это не значит, что вы можете подписать такой протокол и сами Один и без второй стороны Потому что смысл тот же самый Никто с этим спорить невозможно Потому что это соответствует действительности Составлен протокол разногласий Следующий этап Который записан в законе Приглашение посредника Вот как вы думаете Две стороны находятся в такой ситуации Когда одна настойчиво требует повысить заработную плату А другая сторона настойчиво не хочет это делать Отказывается В этой ситуации можно ли найти такого посредника Который эту задачу решит? Посредник обычно И согласно закону Он должен быть согласован двумя сторонами Давайте найдем авторитетного человека Он их помирит Давайте найдем такого авторитетного человека Который рабочим скажет Что и так они много получают А работодатель скажет Мы могли бы и поделиться у вас бешеные деньги Дело в том, что Этого посредника должен кто-то предлагать Вот если ваша сторона будет предлагать посредника А я с вами нахожусь в переговорах Я подпишу согласие Если вы приготовили такого посредника Не подпишу А если моя сторона Предлагает посредника и вам Я рассказываю Он хороший, он честный, он объективный Он все справедливо решит Другая сторона Поэтому таких случаев Когда бы выходили на приглашение посредника Я лично не знаю Я много, в общем-то, достаточно имею информации В области социально-трудовых конфликтов Примеров таких Я не имею Хотя меня лично дважды Приглашали выступать посредником Звонит председатель Российского профсоюза докеров Василий Васильевич Казаренко И говорит, Михаил Васильевич Не согласились бы вы выступить посредником В переговорах между докерами дальневосточными И работодателем Да я-то говорю, я могу и согласиться Но, как вы понимаете Вы должны, наверное, понимать Что если докер будет меня предлагать То сторона работодателя Соответственно скажет Зачем же мы будем соглашаться Если докер его предлагает Так он и будет занимать позицию докеру Поэтому нечего его и приглашать Дважды так Ко мне обращались И дважды я согласие давал И с разъяснением Что никто Только не думайте Что вторая сторона согласится А потом вдруг пропадают И через некоторое время выясняется Что да, там Повышение зарплаты состоялось После того, как я согласие дал Они решили Работодатель решил Раз это все принимает Такие масштабы Всероссийские То есть кто-то будет еще Из Санкт-Петербургского университета Еще приедет Надо соглашаться Но на меньшую сумму И вместо там 5% повышения Согласились на 2% И вроде бы как Я и чем-то и помог Хотя я с места не сходил И официально так посредником и не было Но вот на этапе подготовки Это состоялось Поэтому, как правило Этот вот этап Приглашения посредника Пустой Пустой в том смысле Что его приходится Оформлять бумажно То есть одна сторона говорит Что я не согласна Выполнять Рекомендации посредника И другая Тоже Пишет сторона Что я не согласна Выполнять рекомендации посредника И тогда этот Вот если это будет оформлено Считается, что этот этап пройден То есть вот такой бумажный этап Все время присутствует При оформлении Забастовки Но на самом деле Тут никакого посредника не бывает Третий этап Это трудовой арбитраж Некоторые думают, что это суд Это не суд Потому что здесь Значит Просто включается еще одна сторона Какая? Государство Но трудового арбитража Выступают не Сами стороны А их какие-то Предложенные ими Арбитры Работодатель предлагает Арбитра Работники Предлагают Арбитра И государство Назначает Своего арбитра Три арбитра И вот эти арбитры Будут Приступают К рассмотрению Коллективно-трудового спора Если стороны Заранее согласились Выполнять решение Этого арбитража А если стороны Не согласились То и нет А какой резон Сторонам Соглашаться на это? Какой резон Соглашаться Например, работники Понимают, что Представитель государства Это представитель Государства работодателей Поэтому зачем ему Соглашаться на Такой вот Арбитраж А Представители работодателя Тоже Очень часто Не соглашаются Потому что Они боятся Что их Государство Может нагнуть Потому что Государство Защищая коллективные Интересы Класса капиталистов В целом Чтобы не было конфликтов Оно Может заставить Их принять то Что им не хочется Осуществлять Поэтому и работодатели Как правило Не соглашаются На то Чтобы этот арбитраж Был обязательный Получается Что опять Бумаги все оформили Все вот эти отказы Записаны И считается Что этот этап пройден Когда этот этап пройден Дальше нужно выходить На забастовку То есть Можно выходить Не нужно А юридически возможно То есть Раз все этапы Эти пройдены Причем В течение Всех этих этапов Должна работать Согласительная комиссия То есть Регулярно должны Встречаться Представители Работодателей И работников И совещаться По поводу того Как уладить спор Ну понятное дело Пока они Встречаются И обсуждают Как уладить И подготавливается Забастовка Чтобы Забастовка была Законной Опять надо Собирать Конференцию Работников Или собрание Если собрание Больше половины Должно присутствовать Если конференция То Две трети Голосов Тоже должно быть Больше половины И две трети Голосов Нужны При голосовании Если это На конференции За забастовку И вот Если такое решение Принято То конференция Должна Это Или собрание Избрать Забастовочный Комитет Это очень важный Орган То есть Согласно закону Забастовочный Комитет Теперь будет Решать Вопрос Вопросы Все организации Проведения Забастовки Переговоров И так далее Более того В течение Забастовки Забастовочный Комитет Отвечает За порядок И охрану Имущества Работников И работодателей Никто не работает А если кто-нибудь Своруют А в порту Допустим Контейнер Двадцатифутовый А там Всякие богатства Несметные И вдруг они пропадут Кто будет отвечать Ну кто организовывает Забастовку Тот отвечает Значит Надо организовать Охрану Обеспечить Как будет Забастовочный Комитет Организовывать Но если Не организует То он будет За это Нести ответственность Материальную И так далее Чтобы Можно было Проводить Забастовку Нужно Выполнить Еще одно Требование Во время Забастовки Должен Выполняться Минимум Работ А минимум Работ Которые Связаны С обеспечением Особо важных Аспектов Жизнедеятельности Особо важных Объектов Жизнедеятельности Скажем Больниц Родильных Домов А тут Вот Забастовку А там Младенцы А там Женщины Которые То есть Это должно Быть обеспечено Поэтому Представление О забастовке Такое Что Дескать Мы все Не работаем Неправильное Забастовки Перед Забастовкой Согласовывается Перечень Работ Которые Будут Выполняться Во время Забастовки Скажем Радиоактивные Вещества Нельзя их Положить Пусть полежат А надо их Быстро отправить Отсюда Подальше Куда они Должны быть Направлены Соответствующих Контейнеров Вот с этим Была большая Проблема С этим Минимум Работ Потому что Она была Неурегулирована Государством И были Такие Конфликты Которые Связаны С тем Что Некоторые Работодатели Объявили Всю работу Которую Вы делали Вот Минимально Необходим Минимум Работ Во время Забастовки И вот Ходит Например По второму району Генеральный директор Ослан Спрашивает Ты Бастуешь Или Работаешь Одни Говорят Бастую Гордо Но выполняет Всю работу Которую Он и выполняет Всегда А другой Говорит Я работаю Потому что Он тоже Выполняет Всю работу Которую Всегда То есть Все совпало Но вот Все-таки Государство Урегулировало Этот момент И этот Минимум Он конечно Меньше Чем общий Объем Работ Которые Обычно Выполняются Намного То есть Действительно Там есть Такой Перечень Есть этот Перечень В каждом Министерстве Свой И это Приходится Этими Государственными И вот Осуществлением Минимума Работ А кто Будет Это Делать Забастовочный Комитет Он же Дает Указание Тут Работать А тут Не работать И так далее Еще требуется Поставить В известность Орган Муниципальный На территории Которого Находится Предприятие Будет Забастовка Такое событие Что об этом Муниципалитет Должен знать Вот мы Говорим Политические Составляющие Социально-трудовых Конфликтов Смотрите Задействовано И государство Которое Минимум Работ И порядок Оно установило И кроме Всего прочего И органы Муниципальные Власти Тоже Дело В этом Мешик Они Не имеют Права Значит Остановить Отложить Ничего Не имеют Права Но они Должны Быть В курсе Дела То есть Если у вас Нет бумаги Подписанной О том Что проинформировано Органы Муниципальные Забастовка Не будет Признана Законной Поэтому Нужно Прийти И добиться Подписания Документа Скажем Подписать У секретаря О том Что вот Они получили Уведомление О том Что будет Проходить Забастовка С такого-то Числа Скажем На неопределенный Срок Бессрочная В связи с этим Стоит вопрос О требованиях Требования бывают Продуманные И непродуманные Иногда бывает В ходе забастовки Выясняется Что сделали Глупость Написали Скажем Поставали За то Что выплатили Зарплату За ноябрь А уже Март Следующего года Они все Добиваются Вот Этого Требования А уже И декабрь И январь И февраль То есть Нужно брать Такие требования Которые Не скиснут После Истечения Какого-то Периода Вот такая Картина Ну вот Так Движется Этот процесс Переговорный Вроде бы Он Переговоры Продолжается И в ходе Этой Забастовки А что считать Забастовкой Если выйдет Меньше половины Это забастовка Или нет Ну это Туда не забастовка Это Туда просто Некоторые не работают Правда То есть Для того чтобы А вы сумеете Организовать Забастовку так Чтобы вышло Более половины То есть Чтобы не вышло На работу А вышло на забастовку Это вопрос И тот Кто торопится Дескать Давайте Сделаем Забастовку Вот они Торопятся А потом Получается Что Забастовки То не выйдет А горячие головы Побастовали Их уволили За нарушение Трудовой дисциплины И все Но если Нормы не нарушены Больше половины Остановили работу И все Процедуры Выполнены Во время Забастовки Уволить Бастующих Нельзя За то что Они бастуют Нельзя Государство Запрещает Увольнение Более того Во время Забастовки Написано Локаут Запрещен Что такое Локаут Это массовое Увольнение А что считать Массовым Некоторые Товарищи Докеры У себя Прописали Увольнение Больше Двух Человек Локаут Массовое Один Точно Не массовый А уже Два Три Это массовое Потому что Два Два Еще Два И так Дальше Вот И встается И с этим Такой вопрос А можно Остановить Этот процесс И сказать Что Поскольку Тут всякие Издержки Есть и Трудности И для работодателей И для работников Так не лучше ли Обойтись Без забастовки Ну вот Это вопрос Что можно ли Убедить Отдельного Капиталиста Который Является Персонификацией Капитала А капитал Есть Самая Взрастающая Стоимость Что он взял И часть прибыли Перевел в зарплату Вот просто Убедить Словами У кого Есть такое Красноречие Которое Позволяет Словами Убедить Что нужно Отдать часть Прибыли На зарплату Ну вот К сожалению Надо понимать Что Это вот Не тот случай Когда Это можно Сделать Словами И поэтому Конфликт Оказывается Единственным Средством Конфликт По зарплате Угроза Забастовки И работодатель И работодатель Знает Что если Он Не Выполнит Требования То Он Получит Забастовку Такого Типа Которая Была Которая Нанесет Ему Значительный Ущерб Конечно В современных Условиях Скажем Когда Некоторым Работникам Приходится Иметь дело С олигархами У которых Миллионы Долларов Наивно Рассчитывать Что Вот Они Нанесут Какой-то Ущерб Большой И тут же Работодатель Сдастся Наивно Поэтому И работодатель Он смотрит Ну Посмотрим И прямо Заявляет В том числе В печати Посмотрим Как вы будете Бастовать Во время Забастовки Зарплату Ведь не платят Не обязан Платить Зарплату Если Не договорились После прошлой Забастовки Об этом В следующий раз Забастовка Оплачивается Договориться Можно о чем угодно Но если Этого нет То Говорит Ну Побастуйте Две недели Кушать захотите И остановите Поэтому Скажем В компаниях Лисина Олигарха У которого 17 миллиардов Долларов Так Охотно Давали Добро На Организацию Забастовки Давайте Проводите Посмотрим Как Но Они не учли Другие обстоятельства Дело в том Что Дело в том Что Поскольку По закону Работники В лице Забасткова Обязаны Поддерживать Дисциплину И порядок И они Решают Как Проводить Забастовку И как Дальше Ее Вести Кроме Объявления Забастовки Как Бессрочной Забастовочный Комитет Может Приостановить В любой момент Забастовку И Уведомить В течение Трех дней За Три дня Об изменении Порядка Ее Проведения Допустим Забастовка Была Такая Что Такое Забастовка Кстати Кто Скажет Кто Скажет Что Такое Забастовка Кто Скажет Вот Там На Последнем Ряду Точно Знают Скажите Пожалуйста Девушки Что Такое Забастовка Ну Применение Силы Как раз Это И Забастовка Забастовка Это Вид Применения Силы А сама По себе Забастовка В чем Состоит Они же Не дерутся Применение Силы Это Если Рабочие Кого-нибудь Стукнут Это Не Забастовка Не Всякое Применение Силы В чем Тут Сила Прекращение Работы На Предприятии На Какое время На На Какое Время Вот Тут Вот Это Неполное Определение Это Правильное Определение Но Неполное Организованное Прекращение Работы Насколько Вот В Трудовом Кодексе Это Для Нас Закон Это Что Закон Даже Политические Составляющие Мы Должны Смотреть Это Политический Документ Закон Юридический Документ А Юридические Формы Обеспечивают Политику Того Класса Которые Являются Правящим Значит Вот В этом Юридическом Документе Записано Это Полное Или Частичное Прекращение Работы И дальше Как вы Сказали Полное Или Частичное То есть Можно Сделать Забастовку Один Час С утра Скажем Работают Восьми Вот Теперь Будут Девяти Будут Восьми Придут И будут Беседовать Друг С другом Беседовать Гулять Повышать Свою Квалификацию Читать Литературу А С девяти Начнут И так Идет Забастовка И вдруг Забастовочный Комитет Решил Что Не хочет Работодатель Такую Слабую Забастовку Считать Достаточным Инструментом Для Достижения Требований Хорошо Тогда Добавляет Забастовочный Комитет Говорит Через три дня Будем Еще после Обеда Один час А то Сразу После Поешь И сразу Идти Работать Конечно Тяжело Второй Час Появляется Потом Может Появиться Третий Час Раньше На час Уходит Это Все По закону Потому Что Прекращение Работы Какое Полное Или Частичное Прекращение Частичное Прекратили Еще и Работать Последний Час И Было Восемь Часов Сколько Стало Три Часа Уже Мы Набрали Позже Приходим С обеда Уходим Позже На час Выходим И третий Час Это Досрочно Уходим Домой С работы Итого Три Часа Значит Пятичасовой Рабочий День И так Вот Работать Пятичасовой Рабочий А в это Время Ведут Переговоры И Объясняют Работодателю Что Вы Своей Неуступчивостью Ты Ведете Дело До того Что Мы Будет Уже Не пять Будет А три Часа Но Скажем Для таких Работодателей Как Допустим Лисин У кого Семнадцать Миллиардов Долларов Он может И Потерпеть Месяц Полтора Два Правильно Ничего Страшного Не случится И тут Вдруг Он Обнаруживает Что Забастовочный Комитет Предпринял Действия Которые Он Не Предполагал А именно Вдруг Забастовочный Комитет Собирает Совещание По поводу Поддержания Порядка На Бастующем Предприятии И Приглашает Линейный Отдел Милиции На Транспорте Заместителя Генерального Директора По Режиму И Обсуждается Вопрос О том О положении Рабочей Дружине В порту Раз Забастовочный Комитет Должен Отвечать За Порядок Из-за Имущества Работодателей Работников Ну вот И обсуждаются Вопросы Как Вот На первом Этапе Какие Будем Изучать Приемы Самобороны Безоружия Так сказать Самбо Джиу-джитсу Экидо И тут Вот Представители Товарища Лисина Они Обнаружили Что Как-то Забастовка Она Начинает Приобретать Не только Экономический Но и Политический Характер Потому что Скажем Коллеги Лисина Что у вас Вообще Происходит Кто Управляет Вообще Портом Уже Там Совсем Другие Люди Поддерживают Порядок И охрана Все А вы Ничего Не можете Делать И вот Надо сказать Что на этом Этапе Когда Встал Вопрос Изменения Управления В порту Плюс Товарищи Из порта Портовый комитет Написали письмо Президенту Путину О том Что вот В Европе Наши коллеги Работают В национализированных Портах Они В основном Причальные Стенки И порты Национализированы Судя по тому Как ведет себя Наш работодатель Нам надо Сделать То же самое И мы просим Национализировать Морской торговый Порт Санкт-Петербурга Сейчас лекция Потом Перезвоните После 19 Здравствуйте Михаил Васильевич Да Михаил Васильевич У меня Слушаете Вот Надо сказать Что после того Как это такое Письмо Попало И провели Беседу С товарищем Лисиным Соответствующий Соответствующий Придется Выключить Привели Беседу И требования Были удовлетворены То есть Здесь вот Применение Других аргументов Оно тоже Не совсем Понятное По-разному Какие аргументы Какие найдут В том числе Это же Уже Обращение О превращении Государство Может Искать Предлога Для того Чтобы обратить Некоторые Объекты Из частной Собственности В государство У нас есть Такие случаи Привожу Пример Вы Наверное Знаете Кому После 90-х годов Принадлежали Два Крупных Предприятия Выпускающие Суда В том числе Военно-морские Балтийский Балтийский завод И завод Северная Верх Кто-нибудь Знает Нет Вот эти Два Предприятия Принадлежали Члену Совета Федерации Пугачеву Который Сейчас За границей Которого По делу Межпромбанка Который Через Который Он выводил Средства И Разыскивает Международный Розыск Он объявлен И вот На Балтийском Заводе Была Забастовка Приезжал туда Путин Во время Забастовки И Трудящиеся Требовали Национализировать Балтийский Завод Значит Как это Было Сделано Значит Балтийский Завод Был В долгах Как в шелках Огромное Количество Кредитов Которые Набрал Пугачев А эти Кредиты Он набрал Наверное А деньги Соответственно Использовав Для других Нужд А не для Развития Балтийского Завода Было Принято Решение В связи С просьбой Восточного Комитета Следующего Порядка Образовать ООО Балтинвест ООО Балтинвест И Вот Это ООО Балтинвест Сюда Перевести Всех Работников И все Средства Производства Оставляя Все на своих Местах Понятно Что работники Туда же Приходят Работают На тех же Средствах Производства Но они На Балтийском Заводе А в ООО Балтинвест А Балтийский Завод Со всеми Его долгами Многочисленными Разным Банком Он Как бы Оставлен Умирать Повис Вот Таким Образом Решился Поэтому Балтийский Завод Снова Заработал Но уже Как государственное Предприятие ООО Балтинвест Его все равно Теперь называют Балтийским Заводом Но это Формально Неформально А так По существу По существу Это и есть Балтийский Завод Те же Средства Производства Те же Работники Тот же Коллектив Ту же Продукцию Выпускает Но на самом Деле Это Другое Юридическое Лицо Ну а Долги Остались На том Предприятии В котором Нет ни одного Работника И нет Никаких Средств Производства А следовательно Их и не Получить И все Их как бы Их и нет Вот операция Которая была Свержена Что касается Северной верфи Ее просто Национализировали Ну вот С учетом Таких вот Вещей Надо Понимать Что иногда Забастовка Доводится До такого Уровня Остроты Что Глава Питает За лучшее И за пользу Для общества И для Класса Который Вляется Правящим Удовлетворить Требования Работников Тем более Что работники Редко Таки выдвигают Требования Которые бы Противоречили Интересам Государства Редко Вот Я уже говорил Что мне приходилось Когда обсуждался Проект Трудового Кодекса России Выступать В Государственной Думе На слушаниях И когда я К этому Уступлению Готовился Я понимал Что я Прихожу К представителям Работодателя Обсуждаем Трудовой Кодекс Поэтому Как их Можно убедить Что нужно Скажем Включить Определенные Статьи Вот я Думал Что Убедить Их можно Одним Образом Что если Вы собираетесь Скакать На Быстро На коне То надо Кормить его Не гнилой Соломой А хорошим Обсов Поэтому Если вы Хотите Успехов И в достижении Своих целей Прибыли И так далее То надо Соответственно И строить Свою Практику Надо сказать Что в нынешнем Трудовом Кодексе По итогам Этих Вот Забастовок Которые У нас Были В Достаточном Количестве Появились Две Статьи Которые Звучат Следующим Образом Стотридцатая Статья Государство Гарантирует Обеспечение Повышения Уровня Реального Содержания Заработной Платы Гарантирует Государство Гарантирует Стотридцатая Статья Обеспечение Повышения Уровня Реального Содержания Заработной платы 134 статья прямо так сказать и называется обеспечение повышение уровня реального содержания заработной платы чем еще надо правда в самом тексте статьи зам ничего кроме того что это обеспечение повышение уровня реального содержания включает себя индексацию ничего другого не будет но индексацию само собой она включает потому что если вы хотите обеспечить реальное содержание повышение реального содержания зарплаты вам надо поднять на величину больше чем съела инфляция правильно то есть сделать больше чем это может сделать индексация то есть индексация включается Не надо бороться за индексацию. Вы боритесь за повышение уровня реального содержания зарплаты, и тогда будет обеспечена индексация само собой. А если вы будете бороться за индексацию, то никогда не улучшите свою жизнь. Почему? Потому что индексация заработных плат – это что такое? Это возвращение заработной платы на тот уровень, который она имела год назад. Сизиф оф труд. Знаете, что такое? Вот Сизиф, известный герой греческого эпоса, который камень закатывал на гору, он закатит, а он оттуда скатывается, и он обратно начинает его закатывать. Он опять скатывается. Вот те профсоюзные организации и коллективы, которые борются за индексацию, они вот таким занимаются Сизифовым трудом. Потому что они видят, что в течение всего года у них падает реальное содержание. Если, скажем, инфляция 17%, то на 17% у них сокращается реальная зарплата. Если на 4%, на 4%. Вот, например, гражданка Набиулина убедила уже, по-моему, даже и президента, что это нормально у нас, нормально 4% повышения цен в год. Хотя на самом деле нормально – это не повышение цены, а снижение, потому что производительность труда снижает затраты. На что? На всего. Вот это нормально. А повышение цены ненормально, потому что прямо противоположно движению затрат труда под воздействием научно-технического прогресса. Таким образом, вот появились такие трудящиеся в ходе забастовочной борьбы и добились такого трудового кодекса, в котором вписаны вот такие права. В том числе и записано, что вот государство гарантирует обеспечение, повышение уровня реального содержания зарплаты. А чем оно гарантирует? А тем, что оно записало, что это законно. Больше ничем, потому что никаких других моментов, связанных с организацией этого дела, нету в кодексе. Нету ни в кодексе, ни в другом кодексе. Никакой ответственности за нарушение 130-й и 134-й статьи нет. Но государство может сказать. Или если вы пойдете от лица коллектива трудового, от лица профсоюза в суд, вам скажут в суд. Так, вы читали кодекс? Читали. У вас там есть право на забастовку? Есть. Идите и добивайтесь. Ваши требования законные. Раз статьи есть такие, 144-е и 130-е, требования ваши законные. Поэтому никто вас в незаконных действиях не может обвинить. Есть ваши законные. Идите и законным путем и отстаивайте свои требования, и добивайтесь. Это будет прогрессивно. И все от этого выиграют. Потому что еще никто, как известно, на самом деле, действительно ни один капиталист от повышения зарплаты работникам не проиграл. Потому что люди больше получают, лучше работают, лучше осваивают технику, они меньше болеют и так далее. Никто. Никто не проиграл от сокращения рабочего времени. Как вы думаете, когда перешли вместо 11,5 часов рабочего дня к 8-часовому, что прибыли упали, что ли? Нет. Нигде в мире от этого прибыли не упало. Или, скажем, если в Германии и Франции работают не 8 часов, а 7, а что от этого у них прибыль меньше стала, чем в России? Нет. Нет, у них больше прибыль. Понятное дело. То есть это совершенно естественный и нормальный процесс. То есть изменяется производительность труда, и частично, частично часть этого эффекта от роста производительности труда получают и работники, а не только работодатели. Вот кто должен получать эффект от научно-технического прогресса? Только одна часть общества или все части общества? Ну, работодатели рассуждают так. Это мои средства производства? Мои. Что? Я и должен все получить. А работники ему говорят, ну, эти средства производства тогда и создали тоже рабочие. Такие же, как вот здесь, которые у тебя работают. Поэтому как-то надо делиться. Ну, а это происходит в порядке конфликта, а не в порядке договоренностей. Поэтому какой вывод мы должны сделать по итогу рассмотрения этой проблемы, связанной с конфликтами по зарплате? Мы должны понять, что конфликт может выполнять прогрессивную роль. Если он, если он способствует развитию главной производительной силы общества и, соответственно, подъему экономики в конфликт, в прогрессивную роль. Поэтому нельзя относиться к конфликту, ну, вот так, что это нечто негативное. В чем-то каждый конфликт – это беспокойство, конечно, и негативная сторона у него есть. С одной стороны. А с другой стороны, во время таких вот конфликтов люди вырастают, учатся организовывать производство, учатся вести переговоры. У них появляется время, в том числе во время забастовок и переговоров, общаться со своими коллегами, изучать, читать, разбираться в законе и так далее. То есть расти и в плане политическом. Поэтому можно сказать, что вот такие политические составляющие есть. Теперь я хочу вас проинформировать о таком документе методическом, который у нас есть. Значит, вот я в свое время, в 2014 году, разработал и издал для магистров методическую под названием «Политические составляющие социально-трудовых конфликтов». И это, чтобы она была, так сказать, доступна для всех, я вывесил на сайте Московского отделения Фонда Рабочей Академии в разделе «Библиотека». Там есть программа, которую я вам раздавал, такая же, в этой методичке. А вторая часть – это расчет нормальной цены рабочей силы. Что значит нормальной? Значит, мы же находимся в условиях капиталистического строя. Что считается? В условиях товарного хозяйства. Что считается справедливым в товарном хозяйстве? Продажа по стоимости, правильно? Значит, надо посчитать стоимость рабочей силы. Сколько? Не зарплату. Зарплата – это сколько фактически вы получили. А стоимость-то какая? Сколько это должно быть для нормального воспроизводства работника и членов его семьи? Стоимость определяется как стоимость любого товара затратами на его производство. Вот надо выяснить, какие затраты нужны для воспроизводства работника и членов его семьи, чтобы этот работник не пропал, не исчез, он постоянно находился. И, исходя из этого, получить нормальное, справедливое определение величины рабочей силы. Вот такую работу во время забастовки проводили неоднократно докеры разных поколений, поскольку кто бастует, в это время считает. И они, когда приходят на переговоры с администрацией, говорят, вот мы вот посчитали, сколько мы должны получать. Исходя из того, что иначе не получается нормальное воспроизводство. Надо учесть и квартир на, и на медицину, на образование, и на одежду, и на обувь, и на спорт, и на отдых. И, между прочим, на похороны, родители. Если мы считаем на 25 лет работы человека, то мы должны учесть все. И свадьбы его детей, и подарки внукам. Все это надо учесть. И давайте посмотрим, что получится. И вот посмотрели и посчитали. Посчитали с учетом изменения цен. Вот последний расчет я уже публиковал в 2014 году. И как раз в 2014 году, вот в ценах 2014 года, в условиях, если предпосылках, что будут работать двое в семье, и муж, и жена. Но с учетом троих детей, для нормального воспроизводства, иначе воспроизводство населения России не осуществляется расширенное, если меньше трех детей. С учетом троих детей, значит, это значит, один из работников, и членов семьи, или мать, или отец, должны три года на каждого ребенка потратить и не работать. То есть 9 лет выпадает из этих 25, у одного есть. Ну и, соответственно, надо так рассчитать, сколько же тогда должна быть зарплата, чтобы еще с учетом того, что надо уплатить налоги, 13% зарплаты, как раз получилось достаточно для нормального воспроизводства работников и членов его семьи. И вот сумма, которую получил, получил из Доггеров 164 тысячи рублей в месяц. 164 тысячи рублей в месяц. Для них она не представляется такой заоблачной, потому что они так получают в размере 80-90 тысяч в месяц. То есть сейчас такого разрыва нет, потому что для некоторых товарищей, которые из других городов или из других предприятий, когда на это смотрят, у них что-то нехорошо с ними делается. И они думают, что это никогда не будет, это невозможно и так далее. Скажем, авиадиспетчеры не считают, что это невозможно. У них 15 лет назад были зарплаты 15 тысяч, и у нас уже разваливалось, распадалось управление воздушным движением России. А на сегодняшний день у них зарплата от 40 до 250 тысяч рублей. То есть они вполне перекрывают этот уровень. У летчиков само собой, у летчиков за 200. То есть есть у нас такие специальности, и есть такие люди. Но если вы возьмете, скажем, банковских работников, которые, как говорится, не стоят там на причале зимой, или в дождь, или в мороз, или в бурю, а в тихих кабинетах у них вот как раз примерно такие зарплаты есть за 200. Значит, у крупных менеджеров около 200, менеджеров крупных компаний, а у банковских, значит, где-то около 300 тысяч. Но если мы возьмем топ-менеджеров, то там, конечно, совсем другие цифры. Могу вам назвать, поскольку они известны. Например, члены правления Роснефти получают по 24 миллиона в месяц. Члены правления Газпрома – 15 миллионов в месяц. Вот если вы возьмете бедняков ОРЖД, члены правления ОРЖД – 5 миллионов в месяц. Если вы возьмете скромный Сбербанк, куда старушки свои гробовые относятся, чтобы их сохранить, там картина такая, у меня свежих данных нету, у меня есть данные за 7-й и 8-й год. Вот в 7-м, нет, за 8-й, да, в 7-м году разразился кризис, а в 7-м году там зарплаты были такие – 3 миллиона 700 тысяч. Зарплата плюс бонусы на каждого члена правления. Было 17 членов правления. А потом их стало на 3 члена больше, то есть везде сокращать стали во время кризиса, а там прибавили. Ну, надо пережить как-то, видимо, близким, вот такую печаль большую. И стало там 3 миллиона 400 тысяч в месяц. Вот представьте себе, что вам стали платить на 300 тысяч в месяц, и какая у вас печаль. Поэтому мы вот можем только присоединиться к этому горю, который был у членов правления Абербанка. Вот такое. Но это топ-менеджеры. И это объясняется тем, что они, будучи государственными компаниями, вот то, что я перечислял, это всё государственные компании, они оформлены как частные предприятия. И, так сказать, себе платят зарплаты, как бы, как эти частные предприятия, а прибыль отдают государству. Поэтому чем больше они заложат зарплату, тем меньше надо отдавать государству. И как бы всё тут по-честному. Вот зарплаты – это и зержки, но если миллионы зарплаты, это и зержки большие. А это уже прибыль. А прибыль какая остаётся? А потом, говорят, денег нет на образование, на культуру, науку и так далее. Поэтому у нас вот такая тут складывается картина. Поэтому такой взгляд, который мы с вами развиваем, то есть политические составляющие социально-трудовых конфликтов, то есть мы не просто смотрим, какие-то конфликты бывают, надо их уладить. Мы смотрим, какое они имеют политическое значение, юридическое значение, образовательное значение, поскольку люди учатся, между прочим, на практике и во время конфликтов очень быстро учатся. Быстрее, чем в обычное время и так далее. Вот такие выводы мы можем сделать с основания этого. Вот сегодня мы рассмотрели вопрос о конфликтах по поводу зарплаты, потому что он связан с продажей рабочей силы, конфликт между продажером и покупателем. Но когда человек уже пришёл в коллектив, то встаёт другой круг проблем, который никак не сводится только к зарплате. Давайте мы этот более широкий круг проблем обсудим на следующих лекциях и занятиях. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.